здравствуйте сегодня у нас будет передачка про насадку такую как личинка бабочки под днем к приехал я на реку ранечко и утро и сегодня я вас познакомлю с одним человеком который утверждает что он больше 30 лет и и добывает и вот он на нее ловит эту личинку он сегодня нам продемонстрирует некий прям свои секреты есть за манухи кстати вот он там на велосипеде подъезжает у меня тоже есть небольшой опыт ловли нападенку и и добычу принципе там ничего сложного нет главное чтоб найти глинистый берег она живет только в глине земле в песке и они трудно найти вот сейчас андрей леонидович подойдите пожалуйста я хочу у вас взять интервью вы расскажете этот человек уже более 30 лет добывает эту подъемку ловит ее и утверждает что без рыбы он никогда еще не уходил с рыбалки десяток самое меньше у меня есть один вопрос к вам андрей леонидович какие виды рыбы можно поймать на эту личинку ну начиная с маленькой там суклеечки допустим и там что вы что вы ловили так бага такой рыбы можно зловить практически вся рыба яка водится в тирицы ну хиба что щука ну и то ридко щука попадает там ну сом может тоже не а так вся белая рыба то точно попадается ну мои экземпляры так сказать трофейные то были и два с половиной килограмма лещи ну а лице давно уже было то есть начиная с верховодки платвы подлещика леща окунь понятно все можно на нее поймать универсально покажите еще ваш секретный инструмент так сказать как вы ее добываете эту подъемку ну пройдемте он ее прячет посторонних взглядов этот инструмент это секретное оружие я то ловил ну добывал подъемку руками ныряешь кусок опа позвольте это же ставковая лопата это что универсальный инструмент рыбака подъемочника то есть после нашей передачи все маршрутики в маршрутках будут рыбаки ездить с лопатами не только с удочками но и с лопатами то есть раскрываем мы секрет добычи конечно раскрываем а вы можете продемонстрировать как это все происходит сейчас сейчас мы найдем хорошее место и все это вам покажем вот а расскажите еще где она вообще водится то есть не в каждом же месте ее можно найти в горе не вона вона где глина и обрывистый берег горни в інших речках наприклад в стыру и немай в інших речках нашего региона я не знаю не бачу то есть в озерах ставках мы ее можем даже не искать хорошо проточной воде горни и в глине ну да принципе наживка она такая деликатная она там песок и в землю не вроется и надо глина где нашли глину там и добываете и кстати такой секрет что и там и ловим в принципе да да звичайно что там и ловим у рыба подходить на запах потому что она мает специфичный таки запах и рыба подходить на цей запахи и прямо пока рима друге рыболов может закидать и прямо мази беля беля под ногами сразу беля ноги можно зловите будь и курим хорошо сейчас мы привык перейвемся вы оденете свои фирменные плавки чтобы было эстетично так все вторая серия вот берем нас секретный инструмент тут трошки неудобно я хотел ближе к воды подойти но буду снимать отсюда папа не утопите наш секретный инструмент не утерять вот он взял с собой папа у нас не кивы комедия мастер-класс а бутылка зачем все предусмотрели да 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 30-летний стаж вот тут рыболовы ходят спиннингисты так вода ноги мыть вот смотрите что он делает что творит так то есть как картошку копаете в этом так и есть так ты зашел за угол ты не могу сюда подойти пожалуйста у тебя там плохо видно вот сюда крупным планом ну ничего сам процесс так зачерпнули я когда нырял очень тяжело эту длину руками вот оторвать физически еще тем более когда ты головой внизу там пытаемся оторвать кусок глины вот он учит папа еще все берем вообще считаю что емкость должна быть не глубокая а мелкая и широкая тогда легче будет ее и брать как наживку и ковыряемся что он там может мы потом рассмотрим отсюда плохо видно я потом крупным планом короче этот процесс трошки трудоемкий но он потом себя оправдают правильно андрей ливич да тем более кто любит насекомых всяких водичку туда легче и находить туда я смотрю глубоко так не заходим и к глубине она живет глину итак по берегу человек их уйдет и ищет ее намывает и в баночку складывает принципе все ясно так о есть так на этом мы пройдемся потом я вам покажу крупным планом эти личинки вот и прошло минут пять сейчас я вам хочу крупным планом показать ее тупо девочку как она выглядит сукасируемся тут она мне уже спряталась видите вот мы уже наловили тут только успевай забрасывать и что-то галавлики москва локунь но рыба всевозможна это очень происходит быстро здесь она у нас сказать трепещется как они выглядят вот такие не очень нежная насадка это из разряда мотыля что-то такое рыбы и на нее хватает жадно мы так трепыхается недолго она живет конечно там на второй день вы уже и не будете пользуясь то есть нам или и и ловите только успевайте вот смотрите какие лавлики то есть в большом количестве можете наловить чтоб если вы сидели там с другими сностями с другими наживками у вас бы это растянулось бы долго красота хочет в мешок залазить а ну-ка покажите андрей среди . как вы и насаживаете я обойду вас так берем крупную не обязательно не обязательно вот так насаживаем через рот так сказать о я бы не догадался через рот да и чулочком да да цевьё вот здесь пузе так стоит она торчит или скрыта не не она скрыта рыба обычно хватает за пузо в это самое мягкое место и красное цевье остается шикарно вот так все забрасываем кстати обратите внимание не бросает на середину реки а прямо под обрывом да где питается там она не знаю видно ты поплавок маленький очень но под сам обрывом то есть буквально полтора метра глубины выставляете и вот так она глаз если сфокусируем уже поплавок увижу но что-то видно отдаленно так что любит рыба под бережком утра на здесь у нее корм глубине на глубине хищники и а тут ничего не видно короче и вот так он смотрите передвигается потихонечку в проводочку под самым бережком где-то данная клюнет ну все ждем следующей серии